привет капитаны в эфире fw channel канал где изучают корабли вышли официальные разъяснения по боевому пропуску которые впрочем можно было не так понять что некоторые и сделали и даже я поначалу поэтому потребовались дополнительные разъяснения от разработчиков на форуме сейчас во всем разберемся и постараемся понять насколько во все это вообще стоит погружаться и тем более доплачивать реальные деньги и так в боевом пропуске есть две линии прогресса базовый боевой пропуск и улучшенный базовый доступен сразу и не требует покупки улучшенный содержит дополнительные ценные награды то есть можно будет получить и награды с базового плюс улучшенные покупку можно совершить в любой момент стоит это 2500 дублонов интересно что после приобретения улучшенного боевого пропуска мы получим все награды улучшенного пропуска полагающиеся за пройденные ранее уровни вот список наград базового пропуска и улучшенного за базовый в том числе получаем 1500 стали и 15000 угля если же возьмем улучшенный то кроме всего прочего получим еще 1800 стали и 25 тысяч 500 угля и того стали с двух веток выйдет 3300 плюс 330 от кланового бонуса также в случае покупки улучшенного пропуска в конце нас будет ждать интересная награда в этот раз это премиумный крейсер токачи обзор которого я уже делал ранее и в принципе цена 2500 дублонов за такой улучшенный пропуск лично мне кажется вполне адекватной и даже притягательной для тех кто реально играет в игру то есть будет выполнять боевые задачи и проходить этапы пропуска за них они за дублоны и тут сразу вопрос насколько сложно будет проходить все эти этапы и на этом вопросе у многих возникло неверное понимание с неправильными выводами так статье сказано что в обновленной системе за прохождение ежедневных и еженедельных боевых задач мы будем получать в награду только очки боевого пропуска 10 очков за полностью выполненную ежедневную цепочку боевых задач 80 очков за полностью выполненную еженедельную цепочку боевых задач далее нам пишут что чтобы собрать все награды боевого пропуска в 5-недельном обновлении 0 11 10 нужно набрать 490 очков это можно сделать к примеру выполнив 4 еженедельных 320 очков и 17 полных ежедневных 170 очков цепочек или же выполнив например 3 еженедельных 240 очков и 25 ежедневных цепочек 250 очков вот эти цепочки и из такого описания можно элементарно сделать вывод что для получения очков боевого пропуска нужно проходить цепочки только целиком то есть к примеру если ты пройдешь только три из шести ежедневных задач то очки пропуска якобы не получишь на этой основе некоторые строили теории что стало хуже чем было раньше если ты не проходишь все цепочки целиком поэтому разработчики на форуме дополнительно пояснили хотя конечно было бы лучше если бы они сразу изложили понятно а пояснили следующее очки боевого пропуска идут не только за всю выполненную цепочку то есть как было сказано в статье 10 очков за цепочку но и за каждую задачу в цепочке в следующем размере первые четыре задачи по одному очку пятая и шестая задача по 2 финальная награда цепочки 2 очка в сумме выходит 10 так что получается что нет необходимости проходить всю цепочку целиком когда-то поиграл поменьше когда-то побольше ну и в целом прохождение боевого пропуска пока видится довольно таки несложным для игрока со средним режимом активности для более активных игроков будет такая штука как пост прогресс например если вы выполните все еженедельные ежедневные задачи боевого пропуска в обновлении 0 11 10 то наберете 750 очков при этом для прохождения боевого пропуска нужно только 490 оставшиеся 260 очков принесут вам до 26 контейнеров больше сигналов и стандартные бонусы если же вы обладатель улучшенного боевого пропуска то к ним добавляются до 26 контейнеров редкие бонусы и до 26 тысяч единиц угля а еще есть такая штука как большой набор боевого пропуска он откроет доступ к улучшенной цепочке наград и дополнительные бонусы к ресурсам стоимость большого набора для владельцев базового боевого пропуска составляет 6250 а для обладателей улучшенного боевого пропуска 3750 дублонов он дает следующий бонус вот эта штука как по мне выглядит уже неоправданно дорого по сравнению с тем что она дает к тому же бонусы будут действовать только в течение всего боевого пропуска это значит что покупку бонусов выгоднее всего совершать в первый день обновления а если купил позже то и получишь меньше что делает еще менее целесообразным покупку этой штуки возможно это зайдет тем кто играет совсем мало а хочет получить все награды тогда вместо того чтобы покупать уровни боевого пропуска за 625 дублонов каждый возможно будет выгоднее купить такой большой набор который включает в себя еще и задачи на получение дополнительных очков боевого пропуска для большинства же игроков эта штука кажется мало полезной а вы как считаете в общем пока что судя по всей этой уточненной информации а также реакции игроков на форуме система боевого пропуска выглядит достаточно интересно особенно для тех кто готов понемногу донатить и получать за небольшую цену и выполнение улучшенных цепочек достаточно полезные и дорогие призы для тех же кто не донатит вообще принципиально мало что поменяется в плане призов только система станет более интересной ну и еще интересная информация насчет стремительно приближающейся черной пятницы вчера на канале вышло видео с обзором прошлых черных пятниц прогнозом даты предстоящей а также кратким разбором всех 22 черных кораблей 5 новых и 17 старых которые скорее всего будут доступны для приобретения тем или иным способом там есть и очень интересные выведенные из продажи имбочки видео пока в раннем доступе на бусте там же обзор нового крейсера йода долгожданное продолжение рубрики гуа главные ошибки авиководов и видео про сборки для всех подлодок получайте уникальный доступ к полезным видео и заодно помогайте каналу выжить всем удачи крепкого здоровья и до новых встреч в эфире с вами был супер джедай